Коммершиал Рео Стейтс Ньюс Коммерческой недвижимости Проэстейт-2008 Сегодня в выпуске Встреча с участниками форума, представителями бизнеса и власти, ведущими девелоперами и экспертами рынка Более подробно в специальном выпуске Сиаре Ньюс с берегов Невы Открыли выставку губернатор Валентина Матвиенко и министр регионального развития России Дмитрий Козак Форум проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга Деловая программа открылась пленарным заседанием, как нам обустроить Россию Сейчас страна находится не в лучшей фазе экономического цикла Сошлись во мнении эксперты Финансирование остается дорогим Российские банки не в состоянии предоставить кредиты серьезных размеров Кроме того, в условиях мирового финансового кризиса мы оказываемся последними в очереди на кредиты западных банков Несмотря на то, что мы проводим этот форум лишь второй раз Он очень быстро набрал обороты Одна из сегодняшних тенденций – государство начинает поддерживать региональные девелоперские проекты На реализацию крупных объектов выделяются бюджетные деньги Однако здесь приходится сталкиваться с трудностями Как оказалось, проблемой является недостаток профессионализма управляющих компаний и консультантов России У нас абсолютно несостоятельная банковская система Если не будет дальше разворота какого-то в отношении финансирования Девелопер и строительства в стране То кризис будет сгубляться Тем не менее, бум строительства пока продолжается По мнению участников дискуссии, несмотря на кризис, Россия обречена на спрос на многие годы вперед Концепция рынка, как интеллектуальных услуг, переживает только свое становление И те компании, которые работают на рынке, к сожалению, не в состоянии ответить на запросы и потребности заявки наших девелоперов Поэтому и задача бизнеса и власти – очень мощно, быстро сформировать этот рынок на территориях У нас в студии глава Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Максим Сухолов Здравствуйте, Максим Добрый день Максим, в чем же заключается уникальность инвестиционной политики Санкт-Петербурга? Она направлена и на совершенствование нашего петербургского законодательства И на работу на инвестиционных выставках, ну и, конечно, на сопровождение тех проектов, которые являются знаковыми для города И приносят ему бренд инвестиционной столицы России Санкт-Петербург вошел в десятку наиболее посещаемых туристических центров Европы В связи с чем правительство Санкт-Петербурга приняло программу развития туристической инфраструктуры И уже планируется к 2010 году построить, увеличить количество отелей, причем разной звездности Как будет осуществляться эта программа? Это тоже программа, которую мы разрабатывали совместно с консультантами, специалистами В частности с компанией Boston Consulting Group И которая была утверждена на правительстве города Она включает в себя 10 первоочередных направлений Одним из которых является увеличение гостиничной инфраструктуры А как в Петербурге сопровождаются стратегические проекты? Практически каждый проект, закрепленный за комитетом по инвестиции стратегическим проектом В лице нашей команды правительства получает своего персонального девелопера Который помогает ему, ускоряя все необходимые процедуры Как можно быстрее пройти вот эту девелоперскую стадию Выйти на строительную площадку и заняться возведением конструкции зданий Для будущих объемов промышленного производства или коммерческой недвижимости Максим, сложнее сейчас стало получать инвестиции в связи с глобальным экономическим кризисом? Пока волна этого экономического кризиса не докатилась или не накрыла Россию Но безусловно мы готовимся к этому и уже сейчас принимаем ряд мер Для того, чтобы инвесторы в Санкт-Петербурге почувствовали себя еще более свободно и комфортно Ведь деньги это не самое главное и не только в бизнесе Главное это отношения И мы своим подходом хотим показать открытый, дружелюбный, честный, транспарентный подход Ко всем инвестициям, приходящим в Санкт-Петербург На ваш взгляд, изменится ли инвестиционный климат в связи с событиями на Кавказе? Честно говоря, думаю, да И бороться за инвестиции станет тяжелее, в том числе и по этой причине Но мы готовы к этой борьбе, мы сознательно пошли на этот шаг И мы считаем, что инвестиционная привлекательность России и Санкт-Петербурга в частности Сейчас находится на таком уровне, когда точка невозврата уже пройдена Поэтому это будут осознанные инвестиции Бороться за них будет непросто Но мы уверены в завтрашний день Мы продолжаем следить за развитием событий в Санкт-Петербурге на форуме ProEstate 2008 Санкт-Петербург Санкт-Петербург Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok